Обсудить ситуацию весенне-летнего пожара опасного периода в администрации собрались представители МЧС, Управление гражданской защиты, руководители обслуживающих организаций и отделов по работе с территориями. Первым вопросом, который был поднят на совещание, стала пожарная обстановка в городском округе. На территории города Нефтеканск произошло 26 пожаров. В аналогичном периоде прошлого года было 15 пожаров. Рост составляет более 73%. На сегодняшний день при пожарах погиб один человек, в прошлом году также один. Травмировано три, в прошлом году один. То есть также у нас имеется рост. Основные места в искнении пожаров являются многоквартирные дома. Это 11 против 2 в прошлом году. На дворной постройке 5 против 4. Торговые объекты 3 против 2. Индивидуальные жилые дома 2 против 3. Садовые строения 2 против 0. 25 апреля стартует месячник пожарной безопасности. В его рамках всем службам города необходимо провести ряд профилактических мероприятий, где специалисты продолжат работу со школьниками, владельцами садово-огородных участков, частной предпринимательской собственности и другими жителями, находящихся в зоне риска. Начальник управления гражданской защиты сообщает, что противопожарная обстановка в городе хоть и остается сложной, но является вполне контролируемой. Считаем, что она у нас контролируемая, стабильная. Если анализировать, то у нас, конечно, связано с лавейским фактором поджоги и неосторожное обращение с огнем при курении. Конечно, вот эти два момента у нас дают большое количество пожаров, но тем не менее у нас личный состав пожарной охраны готов, предприятия, организации, учреждения тоже готовы оказать содействие в тушении пожаров. Не без внимания осталась и проблема лесных пожаров. В данной зоне риска находится не только лесной массив города, но и села Амзя и деревни Хмелевка. Основными профилактическими мерами в этом случае станет вырубка сухих деревьев, патрулирование лесов и устройство защитных противопожарных полос. Ну и первым, что предстоит выполнить в ближайшее время, это очистить территорию от мусора и держать исправным все средства пожаротушения, в том числе и гидранты. Татьяна Галиева, Артур Мерзагитов, информационная программа «Ежедневник».